Мы коняевцы едины, вместе мы непобедимы! Наш отряд! Солдатки! Наш девиз! Один у нас всегда девиз, не отступать назад! Конечно, верно говорят, солдат всегда солдат! Такими вот речевками-приветствиями началась военно-спортивная игра «Атака». Участники – шесть команд Тверских колледжей. Организаторы – Тверская городская дума и общественная палата города Твери. Все мы сегодня делаем одно важное дело. Мы смотрим вперед и готовимся к тому, чтобы наша страна дальше активно развивалась. Сегодня, конечно, называется военно-спортивная игра у нас. Но по сути это соревнование. Больше соревнуетесь между собой, но больше даже соревнуетесь сами с собой. Игра «Атака» была организована в 2015 году по инициативе депутата Тверской городской думы подполковника в отставке Сергея Мамонова. Вспоминая одного героя фильма известного, мы все ждем, когда эра милосердия наступит. Но, наверное, она будет не скоро. И сегодняшнее событие показывает то, что молодой человек, мужчина, любой мужчина, должен уметь владеть оружием, уметь защищать себя, свою семью, свою родину, свою честь, в конце концов. Поэтому все мы хотим, чтобы наша молодежь была креативная, умела пользоваться гаджетами, знали современную эстраду, музыку, искусство. Но при этом держать в руках оружие – это тоже надо. Для мужчины сейчас это надо, и это неизбежно, к сожалению. Сегодня эти слова актуальны, как никогда. И, к счастью, у нас есть кому постоять за Родину. Участники военно-спортивной игры «Атака» для проведения игры «Постой». Руководитель игры – полковник Потапов. Вольная игру начинаем. В перечне этапов военно-спортивной игры «Атака» военизированная эстафета с метанием учебной гранаты и стрельбой из пневматического оружия, сдача нормативов ГТО, сборка-разборка автомата Калашникова. Хочется верить, что, может быть, кому-то и не придется никогда его применять. Но как им пользоваться, я считаю, что молодой человек, и юноша, и девушка должна знать, чтобы не боялись нажать на курок, если придет такая необходимость. Каждый этап курирует профессионал военный, представляющий организатора игр – общественную палату Твери. Депутат Сергей Мамонов готовит ребят к самому захватывающему этапу. «Контактный бой. Лазер-так». Сейчас будет двойножка, полный рост. Это же самое главное. Здесь нет никакой военщины. Здесь больше на силовую. Ну, элемент тактической игры без этого, конечно, тоже как-то нельзя. Игра «Атака» – это прообраз знаменитого «Орленка». Только участники «Атаки постарше» и задания здесь серьезнее. Ребята, во-первых, несмотря на то, что они уже выпустились из средней школы, ну, они такие же молодые, задорные, интересные. Они тоже хотят и играть, соревноваться, побеждать. Ну, к тому же молодым людям предстоит служба вооруженных силах Российской Федерации. Поэтому считаю, что мы тут совмещаем веселое, спортивное, нужное, ну и немножко военное. 10 июня 2022 года стало днем возрождения атаки после вынужденного перерыва на пандемию. Организаторы игр назвали этот день знаковой датой. Сегодняшнее соревнование можно считать генеральной репетицией перед осенними играми. Их посвятят годовщине освобождения Калинина от немецко-фашистских захватчиков. И участников игр, надеются, будет больше. Не 6, а 12 команд, как это было в 2019-м. Интерес к этим захватывающим и ярким состязаниям только нарастает. Продолжение следует...